И если война бреется, значит, он надеется, значит, он надеется, значит, будет лучше. 13-летний Данил не только хорошо поет, но и виртуозно играет на синтезаторе. Крайне маленький рост не мешает ему жить полноценной мальчишеской жизнью и заниматься любимым делом. Карликовость, как и любой другой синдром, говорит Данил, творчеству не помеха. Приятно, для души, поучаствую, что-нибудь возьму, что даду, что заслуживаю. Композиция «Два орла» Олега Газманова – не случайный выбор. В этом году фестиваль «Мир без границ» проходит в рамках Года литературы в России, поэтому все номера участников с так называемым исконно русским акцентом. На рисунках герои русских сказок поделки тоже напоминают о древнерусских традициях. И, разумеется, стихи ребята читали только русских классиков. «Самое главное – это видеть улыбки на лицах детей, видеть то, что родители видят поддержку, что они понимают, что они не одни, и всегда можно найти каких-то новых друзей, завязать новые знакомства. И самое главное – сегодня нас приехали поддержать уральские пельмени. Андрей Рожков, Дмитрий Соколов – это звезды, с которыми ребята могут общаться и почувствовать себя тоже немножко звездами». «Атмосфера всегда очень хорошая, такая радостная, жизнерадостная всегда, поэтому вот так заряжаемся позитивом здесь всегда. Обязательно будут улыбки, потому что, ну, как без этого. Мы все для этого делаем по жизни. Думаю, все будет хорошо». В хорошее верят и сами ребята. Как они признаются, Олимпийский Сочи вдохновил их на новые подвиги. Родители отмечают занятие творчеством, помогает их детям быть самими собой и преодолевать трудности. Всего же на межрегиональном фестивале 7 номинаций – 33 ребенка с ограниченными возможностями здоровья из неблагополучных семей. Кстати, все они из Краснодарского края. Ранее «Мир без границ» побывал в Башкортостане и Ростовской области. Впереди Дагестан, Екатеринбург, Пенза, Омск. Путешествует литературный фестиваль с одной целью – развивать способности особенных детей и расширять их кругозор. На подведение итогов победителей не называют «здесь лучшие все». А в виде поощрения каждый, помимо бурных аплодисментов, получил памятные призы и возможность поехать на совместную экскурсию. «Мир без границ» направлен и на сплочение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Инга Кабешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ. «Мир без границ» «Мир без границ» «Мир без границ»